Представитель Парламентской Ассамблеи Совета Европы рассказали о способах подкупки со стороны Азербайджана. Об этом говорится в статье «Европейской правды». Классическим подарком, оказывается, была черная икра. Генсек-пассе Войцах Савинский признал, что получал коробки икры из Азербайджана. По его словам, было очень трудно отказаться от таких подарков, поэтому после сессии Ассамблеи его сотрудники вместе с коллегами устраивали икорные завтраки, говорится в статье. Были и другие подарки – билеты бизнес-класса, неделя в пятизвездочном отеле, билеты на концерты или конное шоу. Швейцарка Дорис Фиала призналась, что во время официального рабочего визита в Азербайджан получила золотую цепь с зенчиками-алмазами. Она заявила, что вернула его азербайджанской делегацией в ПАСЭ. Ио Крахтен, который работал над докладом об ограничении деятельности МПО в Европе, рассказал, к нему обратились азербайджанские лоббисты, которые пояснили, что в Азербайджане есть черный край девушки. Да конкретно дело не дошло, потому что он отказался. Тик Марти рассказал, как во время официального визита в Баку около часа ночи кто-то постучал в дверь его гостиничного номера. Он посмотрел в глазок и увидел там двух едва одетых молодых девушек с шампанским. Он не открыл дверь, цитируется в статье отчет комиссии ПАСЭ. В ближайший четверг ПАСЭ примет резолюцию относительно коррупционного скандала в Ассамблее. ПАСЭ неоднократно критиковал Азербайджан за непрозрачность выборов и нарушение прав человека. В ответ официальный Баку даже пригрозил выходом из Совета Европы.